точно так же как мы можем создавать и настраивать под себя конфигурации для сборки проекта для его компиляции точно так же можно и настраивать конфигурации для отладки the bug configurations и мы попадаем вот в такое интересное окно здесь в пункте stm32 cortex m application мы можем создать новый пункт тем самым создавая новую конфигурацию для отладчика в закладке main мы можем определить для какого файла проекта вот скомпилированы здесь и собраны две конфигурации этой дебаг и элиз для какой из этих конфигурации мы сейчас настраиваем можем предоставить возможность выбора автоматически enable auto build это значит после того как мы будем нажимать на отладчика конфигурация будет заново собираться здесь же есть возможность перейти опять таки в настройки среды программирования и здесь мы можем с вами ну во первых это обновить библиотеки и позиторий куб микс произвести настрой настройки именно то что у нас относится к оснастке куб микс ну и к самой среде программирования в частности это первая закладочка main на следующей закладке дебаг мы можем во первых определить как будет запускаться gdb сервер определить какой из отладчиков мы используем но в данном случае мы будем использовать st-link gdb сервер также мы можем здесь определить какой программатор отладчик мы будем использовать если у вас в системе их несколько то они здесь будут вот у нас представлены в этом списке выпадающим и соответственно вы можете выбрать для какого устройства какой программатор отладчик вы используете здесь же можно установить частоту на которой программатор отладчик работает с микроконтроллером это очень важно особенно при длинных линиях связи между программатором и микроконтроллером и если у вас возникают какие-то ошибки вы эту скорость можете немножечко снизить также условия подключения то есть это через reset это если вы сбрасываете на hardware reset вы подключили к микроконтроллеру pin сброса от отладчика и так далее отдельной группой стоят две настройки debug in low power modes это производители отладку в режимах с низким энергопотреблением когда микроконтроллер у нас спит или да или нет и точно так же останавливать ли срабатывание сторожевых таймеров на то время пока мы вот находимся в отладке и ну так скажем не по вине микроконтроллера простаиваем здесь есть отдельные секции которые отвечают за использование или не использование serial wire viewer это позволяет нам использовать ножичку с в его передавать данные от микроконтроллера к средству отладки для того чтобы мы могли пробросить вот диагностическую какую-то информацию то есть соответственно здесь будет еще одно дополнительное видео посвященное тому как настраивать частоту тактирования и как можно использовать эту возможность и независимая вот секция в самом низу у нас настроек здесь производить ли проверку записи flash но в принципе если у вас все стабильно работает это не обязательно при каждом старте сеанса отладки и разрешены ли life expressions это когда мы можем смотреть за содержимым переменных выражений в реальном времени здесь же есть часто встречающаяся закладка шерсти link это когда мы разделяем наш программатор отладчик истилинг между двумя и больше программами ну например если вы используете среду программирования стм-32 куб айды и для программирования и отладки и одновременно хотите использовать что-нибудь типа стм-32 куб монитор для того чтобы смотреть за тем как идет процесс работы созданного вами программного обеспечения следующая закладка стартап она не менее интересная прежде всего она позволяет нам определить какая об какой образ программы будет загружен в память а также определить смещение если это требуется здесь есть еще очень интересные опции которые позволяют нам в явную указать новый новое значение для регистра pc program counter то есть откуда начнется выполнение а также определить адрес начала таблицы векторов прерывания если она находится не по стандартному значению то есть здесь созданы все условия для того чтобы мы могли успешно выполнять и отлаживать программное обеспечение созданное по нестандартным адресам а также здесь есть возможность установить breakpoint первый breakpoint на функцию main по идее вы можете перенести его и на другую любую функцию вашей программы но здесь является справедливым что у нас отладчик пропустит то что было те фрагменты кода которые были до main и мы окажемся внутри основной функции нашей программы после этого мы можем взять и построить все конфигурации build all сейчас они будут откомпилированы ну и собственно нам останется только запустить нашу отладку давайте посмотрим произойдет ли это да все ожидается подсоединение все подключили все у нас замечательно мы с вами находимся в начале функции main нашей программы можем дать старт этому процессу как вы видите у нас показывают есть переменная мы можем видеть состояние этой переменной и у нас все замечательно и и и